Прежде чем начать строить жилой дом, необходимо обратить внимание на категорию и вид разрешенного использования земельного участка, на котором данный дом будет возводиться. Индивидуальный жилой дом может быть построен на земельном участке с категорией земли населенных пунктов и видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства или блокированная жилая застройка. На земельном участке с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, а также многоэтажная жилая застройка, то есть высотная застройка, разрешено строить многоквартирный дом соответствующего размера. Строительство жилого дома должно производиться на основании разрешения на строительство, выданного в органе местного самоправления по месту нахождения земельного участка. Завершается строительство многоквартирного дома получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое подтверждает соответствие готового объекта установленным нормам закона. Вместе с техническим планом, подготовленным на основании проектной документации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляется в орган регистрации прав для постановки на государственный учет многоквартирного дома и квартир в нем. Земельные участки, в границах которых должен быть построен объект недвижимости, указываются в разрешении на строительство. Для получения такого разрешения необходимо предоставить документы, подтверждающие права на предполагаемые для строительства земельные участки. Если построенный дом не соответствует требованиям, установленным разрешением на строительство может быть отказано в предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости. Права на такой объект зарегистрировать невозможно.